Когда-то эти дома окружали сады, а теперь здесь идут масштабные работы. Постройки, которые помешают строительству Лыбинской магистрали, пойдут под снос. Взамен городская администрация предлагает людям подобрать новое жилье той же стоимости или выплатить компенсацию. Многие выбирают деньги, но узнав сумму, остаются ей недовольны. Валентине Федоровне, по ее словам, чиновники отказываются платить за участок позади дома, хотя земля была приватизирована. Сейчас отказываются за эту землю платить. Отказываются. Я говорю, вы Путину позвоните. Смеются мои дети. Вообще бардак. Бардак. Самый натуральный. Не удается договориться с администрацией города и Елене Ветровой. Денежные споры с чиновниками дошли до суда. Домом номер 17 на улице Задний Боровок владеют два собственника. Один из них с выплатой согласился. А вот Елена навстречу властям не пошла. Общая сумма за дом и землю с учетом убытков больше двух миллионов рублей. Но вот стоимость жилого помещения чиновники оценили неверно, уверена Елена. Сумма за жилой дом по расчетам администрации почему-то оказалась меньше, чем в кадастровом паспорте. Причем разница ощутима. 188 тысяч рублей. Да и деньги свои Елена хочет получить сразу, а не после подписания документов. По закону предусмотрено, что сначала выплачиваются деньги, а потом происходит перерегистрация права собственности. А здесь получается? А здесь получается по этому соглашению, что сначала наоборот. Мы перерегистрируем земельный участок, право собственности, а потом в течение 15 дней мне выплачиваются деньги. К слову, снимать судебный процесс нам сегодня не позволили по просьбе представителей администрации. Юрист заявила, что документы в ее папке секретные и показывать их нельзя. Судья этим словам удивилась, но просьбу исполнила. В ходе заседания сторонам было предложено заключить мировое соглашение, но чиновники на это пойти не смогли. Причина в том, что деньги платят не из кармана, а бюджетные. Поэтому без необходимых документов их перечислить невозможно. Суд в итоге решил, что рыночную стоимость дома необходимо установить экспертизе. Судебная экспертиза будет проведена до 5 мая. После определения рыночной стоимости дома независимыми экспертами суд вынесет свое решение. Ольга Федина, Константин Миронов, 6 канал.